Дамы и господа, представляю вам первую пару бойцов нашего турнира. В синем углу боец из города Пермь. Ему 22 года. Рост 176 сантиметров, вес 69 килограммов 300 граммов. Провел два боя на профессиональном ринге. Два поражения. Рамазон Алиматов. Его соперник в красном углу из города Махачкала. Ему 25 лет, рост 173 сантиметра, вес 68 килограммов 800 граммов. Профессиональный рекорд два боя. Две победы. Одна из них одержана Хаутом Марат Гошимов. Рефери Дмитрий Болдырев. Господа боксеры, слушаем команды внимательно, соблюдаем правила. По затылку не бьем, ниже пояса не бьем. Пожай руки. Удачи по углам. А возраст, рост и вес боксеров на ваших экранах. Ну, с таким хорошим, с хорошим перевесом ребята вышли по факту. Это вообще первые, видимо, допуск был там до трех килограммов, я так подозреваю. На три года старше Марат Гошимов своего соперника. Оба бойца представляют Россию. Но здесь такая классическая ситуация. Проспект против, ну, уже такого, по сути, джону, оппонентов. Если называть вещи своими именами. Хотя бывает в боксе все может и удивить. Может быть. Амазон посмотрим. Алиматов. Ну, вот так вот пока в центре ринга начинают боксеры этот поединок. Четыре раунда. Шесть раундов по три минуты, прошу прощения, запланировано в этом бою. Марат Гошимов очень сосредоточен, заряжен, работает джебом. Так сейчас немножечко вытягивает Амазона на себя. У Гошимова есть уже, несмотря на два, всего лишь два победных боя, у него есть хороший скальп. Это Герин Сохфанку. Каберунский боец, проживающий в России. Да, очень-очень прочный, на самом деле, боксер. И гораздо лучше своего послужного списка. И его удосрочить, в общем-то, это показатель определенный. Ну, и вот даже в данный момент видно, что так поатлетичнее гораздо смотрится Марат Гошимов. Ну, и отметим, да, что у Марата Гошимова соперник вышел на коротком уведомлении. Двойку пытается пробить Алиматов. Хороший боковой слева от Гошимова. У Алиматов молодец, кстати, несмотря на то, что, как бы, так скажем, там, полномерно не готовился показывать достаточно агрессивный бокс. И вышел явно не лечь в первом раунде, как минимум. Да, старается, старается здесь, да, Армазон. Джеб от Гошимова. Неплохо ушел корпусом. Постучал по спине на ближней дистанции. Вот так на скачке попытался попасть в Марат. И, кстати, там Алиматов, а вот сейчас Алиматов подловил Гошимова. Немножко Марат подзаигрался. Неплохой эпизод для Армазона. Хорошая комбинация, три ударов от Алиматова. Ну, я вам скажу, что Алиматов, знаете, он лучше. Ох ты, какой сдвоенный левый боковой от Алиматова. Пока, пока Армазон старается давать бой. О, голова. Алиматов молодец, я вам скажу. Ого, гораздо лучше. Ух ты. Не даешь, не даешь. Не даешь, да застаивается он Марату Гошимову. Отвечает жестким в корпус слева Марат Гошимов. Да. Бой конкурентный. Бой конкурентный. И это, то есть, если на бумаге Гошимов фаворит, то мы видим в ринге все немножечко не так. Ну, коллега, у нас всего первый раунд из шести запланированных, поэтому дистанция очень длинная. А вот смотрите, здорово опять включается аниматор. По крайней мере, Армазон показывает, что его недооценивать не стоит. Не держать. Несмотря на то, что у него еще побед не было. И, кстати, обе победы у Армазона были по очкам. А проигрывал он достаточно серьезным ребятам, тому же Аганессу Устьяну, который, в общем-то, с ударом. Причем проиграл раздельным решением судей Алиматов. Причем в шестираундовом таком поединке, да, то есть, если он эту дистанцию понимает, как у кого-то нет. Был это здесь, в Ксюренбурге. Второй раунд. Ну что ж, в первом раунде Армазон Алиматов очень хорошо себя ярко показал. Учитывая, что на самом деле, как выяснилось, у него был один день на подготовку. На суперкоротком уведомлении он взял поединок. Насколько его хватит на все шесть раундов. Гошимов понял, да, что шутить как бы уже не надо. Здесь на тихое волнение отработаешь, и здесь нужно перестреливать, как минимум, перестукивать соперника. Потому что Алиматов реально пока показывает очень приличный, неплохой бокс, несмотря на два поражения. Так, нашла коса на камень, оба уперлись боксера в центре ринга. Алиматов, кстати, сам старается работать с Сириной, так он накидывает. И видел я у него в первом раунде, очень неплохо с левой руки он бьет сдвоенные хуки. И бьет корпус голова. О, пожалуйста, вот. И еще раз. Достаточно много разменов у нас, да, для второго раунда всего лишь. Ну, слушайте. Силы не экономят, ребята, включились. Плотный поединок. Ох, размен, размен такой. Причем вторая атака от Алиматова была очень неплохая. Да, Марату Гошимову приходится не пробовать. Смотрите, сколько по туловище здесь пробил ударов Алиматов. Алиматов поддавливает. Гошимов пока защищается у канатов. О, по корпусу слева попадает Марат. Но Алиматов настоящий реваншист. После каждого пропущенного старается насыпать сам в ответ. Секунданты очень активно просят от Алиматова, чтобы больше он пробивал ударов в туловище. В первом раунде были у него очень такие неплохие моменты в этом плане, кстати. Ну, Гошимов против. Гошимов сейчас отрабатывает в защите уклонами, встречает боковыми. Ну, вот, пожалуйста, подсостоялся Марат. Видимо, надеется на свои рефлексы, отвечает сам по корпусу. Но не уходит. Не уходит от канатов, остается там. Снова двоечка в корпус, отвечает апперкотом Гошимов. Но Алиматов много выбрасывает. Хватит ли его с такой энергозатратностью на все шесть раундов? На рефлексе попросил наносить удары повыше Алиматову. Во втором раунде он прям такой пулемет, я скажу. Ну, коллега, надо сказать по-честному, второй раунд просто огненный у нас. Большое количество разменов таких. Причем достаточно открытых, мне кажется. Да, такой нескучный, как минимум, бокс мы с вами видим. Ох, как попал сейчас справа Рамазон Алиматов. Третья раунд, друзья. Очень интересно, не упадет ли темп в этом поединке. Потому что первые два раунда, как коллега заметил справедливо, были просто на загляденье. В плане зрелищности. Но, смотрите, пока-пока Алиматов не планирует уходить в оборону только. И он, наверное, является таким первым номером. Опять справа, опять справа. Ой-ой-ой, опять первая серия. Марат Гашимов на чем сосредоточился? На корпусе, судя по всему. А Рамазон Алиматов бьет по этажам. Уперся, уперся здесь, да, Алиматов. Ну вот момент для Гашимова. Нужно заполнять эту паузу, которую Алиматов взял. Потому что Алиматов, в принципе, выбросил за уже неполные три раунда большое количество ударов. И по большей части они пришли в цель. Да, и с учетом того, что, ну, как бы, непонятно в какой форме, то есть не готовился к этому поединку все-таки Алиматов, если там такая была короткая замена. Один день вот. Один день, то тут очень важно, в какой форме сейчас он именно находится. Потому что Марат Гашимов, я думаю, конечно же, готов к шестираундному поединку. Ну, у Алиматова были уже шестираундовые бои, полностью он проходил дистанцию. Да, но тогда он выходил на таком коротком уведомлении. Ну, ты знаешь, коллега, пока Рамазон Алиматов при всех тех условиях, которые мы озвучили, очень прилично смотрит. Все верно, и держит очень высокий темп. Но вот сейчас вот к середине третьего раунда немножко стал больше застаиваться. И это шанс, это шанс для Марата Гашимова заполнять вот эти паузы. Ух, а сейчас слева, да. В свое время так может взорваться здесь Алиматов. Ну, такой он пока что прессингер-темповик. Сформер даже где-то. Все термины собрал, по-моему. В один. Посмотрим, как будет дальше. Попадает снова Алиматов. Да, мне кажется, немножко не ожидал Марат Гашимов такой прыти от соперника, возможно. Ну, пока что Алиматов продолжает поддерживать темп. Немножко уже начал заваливаться, правда, и здесь для Гашимова шанс подловить соперника. Не всегда точат. Хотя боковые вот сейчас долетают. Размашист Ромазон Алиматов, если Гашимов это просечет, то, учитывая, что у Марата есть досрочные победы, целых одна. Ох, попал сейчас слева навстречу Гашимов. Правда, там уже двоечка от Алиматова была. Сдвоенный слева тут же начинает Алиматов в начале четвертого раунда. Пока чувствуется, что за минуту все-таки подвосстановился здесь Ромазон Алиматов. Да, сильно не упала у него скорость левой боковой. О, здесь промазал, кстати, Гашимов и подловил его Алиматов слева. И снова сматал справа. Вот тут уже пошел размен. Ну, Ромазон показывает характер и прям вызывает огромнейшее уважение на самом деле. Опять-таки взять бой за день на коротком уведомлении и так себя проявлять сейчас в ринге. Ох, какой слева боковой скушал сейчас Марат, но тем не менее. Много ударов требует по тулу еще все-таки Алиматова в углу. Хорошо получается, молодец. Ромазон, не лови удар. Хорошо, хорошо будет. Стоп. Хорошо будет. Не крутись. Бокс. Опять через так глухой блок подходит на третью дистанцию здесь Алиматов. По корпусу слева попадает Ромазон, отвечает Марат Гашимов. Посмотри, куда он так бьет. Посмотри. А перфот от Марата. Ну, сразу, смотрите, тремя ударами идет вперед сразу же Алиматов в ответе. Там, правда, защищался такими уклонами. Да, не было точности в этой комбинации. Вот взял паузу Ромазон и тут же нужно работать Марату Гашимову, соответственно. Ромазон снова перехватил. Все правильно подсказывает Ромазону. Да, потому что действительно чувствуется, что в концовке четвертого раунда снова функционально подпросел Алиматов. Но, тем не менее, успел попасть сейчас слева. Так, причем Гашимов опустил руки и пропустил чистый удар. Оба немножко покринчевали. Вот здесь пропустил левый боковой все-таки Алиматов. Стоп, 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 стоп. Концовка, концовка четвертого раунда. Попытка апперкота для Ширмова. И смотрите, сколько ударов в ответ бросил Джалю. Алиматов, да, он по-прежнему большое количество ударов выбрасывает. Такой свормер действительно. От защищали Шилба. Бокс. Пятый раунд начинается у нас традиционно в центре ринга. В черных трусах Марат Гашимов, красных Рамазон Алиматов, полусредний вес. Опять у нас рубка-размен. И Алиматов, смотрите, продолжает идти вперед. Вот так стал, да, брать больше паузы, пережидать за блоком. И затем после атаки соперника выбрасывать свою серию. Гашимов смотрится вот в этих разменах сейчас в данный момент точнее. Вот по корпусу попал, кстати, там Алиматов. Попытка апперкота снова здесь от Гашимова. Хватит ли Рамазона на все шесть раундов? Ну, на четыре точно его хватило. Посмотрим, как здесь в пятом раунде. Но начал немножко клинчевать Рамазон. Силы все-таки не безграничны. Но тем не менее, мудряется попадать. Эти низкоопущенные руки, они Марату аукаются на самом деле. Потому что чистый удар он все равно пропускает. Опять попадает, попадает. Иногда идет на встречных курсах. Но сейчас и через руку там Гашимов попал. Гашимов после всего пропущенного даже не подумал ни разу поднять руки за весь поединок. Да, он работает в своем стиле. Часто бросает вот эти апперкоты, хотя не все из них проходят. Сейчас лево попал Марат. Лево попал, да, лево попал. Да, менялись бойцы. Алиматова это вообще не смущает абсолютно. Сейчас хорошо справа попадает. Гашимов до этого, правда, сам пропустил. Вот это средняя дистанция. Удобно, мне кажется, Алиматову. Столб. Опять инициатива клинча исходила от тормозона. Боковые. Такой у нас пятый раунд в стиле «До свидания, джеб», да здравствуют крюки. Ну, ты на камеру не выбрался, не в дистанции, не боксирует оба Алиматова на средней. Последняя минута пошла пятого раунда. Ну и вот по паузу заполняет Марат Гашимов. Алиматов клинча. Подсобрался и выстрелил. Попадает, попадает, отрезается Гашимов. Я вам скажу, для первой пары вечера бой просто на загляденье. Неважно там, точнее, так скажем, независимо от того, кто выиграет. И как закончится этот поединок, действительно, мы с Мака смотрим достаточно яркое такое зрелище. И Рамазон Алиматов, еще раз скажу, это парень, который гораздо лучше своего послужного списка. Вот прям серьезно. Бокс. Шестой заключительный раунд начинается с рубки в центре лига. Боли наставления Марату Гашимову, не надо с ним боксировать. Подери с ним, побей его. Забери раунд. Но и здесь подсказывают, что характер, что показал здесь все-таки Рамазон Алиматов. Рамазон Алиматов показывает характер. Все пять раундов в предыдущем это делали, друзья. И дело это очень зрелищное. То есть мы понимаем, что шестой раунд важен, что все еще не ясно. Очень близкий бой. Мы даже не беремся по раундам рассуждать, кто какой раунд взял. Молодец! Молодец, Рамазон! Молодец! Красавчик! Вот видите, опять рубка тут попытался. Оба достаточно пока не точно, но много ударов выбрасывает. Да, такой навал от Алиматова. Но Гашимов сейчас поддавливает. Перехватил инициативу. Идет вперед. Втыкает апперкот. Правда, этого успел пропустить. Но вот остается верен своему стилю Марат Гашимов. Руки не поднимает. А вот сейчас, понял, ненадолго. Попал слева Гашимов в предыдущем эпизоде. Опять такими несколькими боковыми взрывается здесь Алиматов. Но видит, все, Гашимов успевает подсесть под эти удары. Делать! 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 Вот сейчас видно, что уже подустал Алиматов. Да, и что Барат Гашимов смотрится гораздо свежее. Но при этом, смотрите, Алиматов как бы не пытается отсидеться в защите. Да, он включается, выбрасывает много ударов. Рамазон молодец. Тут я как бы... Выши голову, выши голову. Даже без как бы. Тут я абсолютно солидарен с его командой. Заключительная минута. Чья будет концовка? Пошел вперед Гашимов. Пропускает размашистые боковые. Молодец! Молодец! Встречайте взрыв! Рамы, концовка не вешай! Работаем, фоксируем. Не вешай! Последний рам! Давай! Последний рам! Снова попадает Алиматов. Гашимов чуть не дотягивается. Алиматов попадает слева. Не очень акцентированно, но все-таки его удары достигают цели. Меньше 30 секунд остается до конца заключительного раунда. Снова попадает Алиматов. Молодец! Хороший успех! Молодец! Молодец! Работаем! Последний раунд! Последний раунд! Но чувствуется, что выбросался уже здесь и Марат Гашимов. Да! Бойцы оставили дам. Взрыв от Алиматова, друзья, такой долг. Сейчас только что. Снова попадает Алиматов. Еще вот так. Алиматов. Стоять степа. Ох! Итак, единогласным решением судей победу одержал... Рамазан Алиматов! 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 Первую победу на профессиональном ринге! Алиматов! 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 Алиматов!